Всем привет! Сегодня поговорим о работе Манжаро Цинамон на твердотельном диске mSATA 3 и какие тут имеются нюансы и так далее Вот заводите в поисковой строке словечко Манжаро, нажимаете Enter, попадаете вот сюда Нажимаете на загрузку Download Опускаетесь пониже И вот отсюда можете скачать издание Цинамон Вот оно Я предпочитаю этот рабочий стол другим рабочим столам Веду его, как говорится удобство и простоты Вот можете нажать загрузить эту версию А можете скачать по торренту Вот так вот выглядит рабочий стол Манжаро Цинамон уже настроенный Значит Ну, вполне прилично выглядит И практически все мои программы, которые я хотел Я их сюда поставил Можно посмотреть на жестком диске на особенности разметки Значит, при установке Ну, во-первых, вот я вам покажу что сразу это GPT Твердотельный диск SATA 3 Он довольно-таки капризный Linux Mint Цинамон на него вообще не ставится Буквально 5-10 минут работы Корневой раздел разбухает до нуля И дальнейшая работа невозможна А у Манжаро Цинамон ставится спокойно Значит При разметке нужно сделать на 512 мегабайт Значит Загрузочный раздел BUD EFI Под SWAP Выделите место в зависимости от вашей памяти 4 гига Ставьте 4 8 Ставьте 8 Ну, у меня 16 Ну, поставил я 16 Под корневой раздел Ну, достаточно 20-30 гигабайт А я оставил 50 на всякий случай Потому что Скажем так Для получения дальнейших Навыков В работе И Оставшееся место Значит Я Разметил Под Домашний раздел Тут тоже Все зависит от вас Можете 50 гигабайт А можете 500 Зависит от вас А здесь У меня стоит Винда 10 Вот Она Значит У меня Занимает 78 гигабайт Использовано Только 46 Ну Вполне прилично Еще один Разделчик Я сделал Под 100 гигабайт Ну, там Хранить Там всякие Прокрамки Для винды На всякий Пожарный Вот таким Вот образом Теперь Значит Какие же Имеются Особенности Лично На моем Железе У меня Тиринг Наблюдается Поэтому Значит Вот Тиринг Я Значит Вам рекомендую Если он у вас есть И вы хотите Узнать Вообще Что это такое И с чем его едят То вам нужно будет Пойти Вот на мой Видеоролик На один из главных Под ним Ваше имя Ну Я делаю Под ним Открыть Менюшечку Вот Показать Больше И вот здесь Вот Посмотреть Вот эти две ссылочки Что такое Тиринг И как он лечится Вот И вам этого будет Вполне достаточно И сможете Сами Себе его Вылечить Я это называю Вакцинацией Вот И все У вас после перезагрузки Будет Работать нормально У меня сейчас Тиринга нет Потому что я Вакцинацию Уже провел Ну А если У вас она наблюдается Вот попробуйте Следовать Моим рекомендациям Я не скажу Что там они Во всех 100% Случаев Помогают Ну А тем не менее Попробуйте Попробуйте Дальше Значит Как я уже говорил В отличие От Linux Mint От Нету Явления Что Разбухает Корневой Раздел Скажем так За 3 За 5 Минут До немагии До нуля Он доходит Значит Здесь Все работает Нормально Исправно Тем не менее Значит Через Установщик Программ Я поставил Себе Стейсер Причем Стейсер Выбираете Не для Убунту А вот Выбираете Там В программах Средний Где нет Слова Убунты Вот так Вот он Выглядит Очень наглядно Видно Как расходуется Центральный Процессор Оперативка И значит Пространство На Корневом Диске Вот и все Ясно Просто И понятно Значит Как проверяется Вот на метелочку Нажимаете Нажимаете Выбрать Все Пусть он там Поищет И вот там Где циферки Видите Вот 15 1 Вот здесь Вот их Отмечаете Нули Смысла Не имеет Значит Отмечать Нажимаете На метелочку И вот У вас Уже Как говорится Все почищено Значит Есть опция Продолжать Вот Посмотрите Если вы Нажмете Продолжить Вот В установках Вот Устанавливается Значит Процент Переполнения Центрального Процессора Памяти И дискового Пространства Ну я везде Поставил По 80 То есть Как только Где-то Будет Это Препилы Превышать У меня Значит Сразу Вот Здесь Вот Возникнет Такое Специальное Сообщение Что Значит Там Допустим Центральный Процессор Переполнен Вот Таким Образом И он Сидит Тут себе Спокойненько И места Как говорится Не требует А можете Просто Из этой Программы Выйти Вот Немаловажным Моментом Является Значит Когда Установили Манжаро Поэтапно Делать Его Скажем Срезы Это Достигается При помощи Программы Time Shift Вот Заходите В нее Вот У меня Тут Было Штук Пять Или шесть Промезучных Этапов Когда Я уже Окончательно Все Настроил Вот Я Сохранил Всего лишь Как говорится Одну Копию Вот Сознает Копии Значит Программа Быстро Причем Нюанс Какой Я Эти Копии Держу На Внутреннем Жестком Диске Не На SSD А просто На Обычном Терабайтном Диске Там У меня Значит Есть Раздел Для Линукса Где Там Я Храню Самые Различные Копии Создается Значит Там Все Это Тоже Довольно Таки Просто Там Есть Мастер По Мастеру Настройках Все Это Дело Идете Идете Устанавливаете Ну Вот У вас На глазах Видите Как Твердотельные Диски Быстро Работают Буквально Там Полминута Минута Копия Уже Готова Все Штука Хорошая Ну Запомните Одно Что При той Разметке Которую Вы Вот Уже Сделали Эти Копии Они Будут Работать Если Вы Начнете Делать Переразметку На своем Жестком Диске Ничего Вы Таймшифтом Не Установите То есть Таймшифт Работает Только На те Разделы На момент Создания Которых Все Это Дело Было Установлено Настройно И так Далее Тогда Да Тогда Можно Вернуться На любой Шаг Назад Когда Все Работало Нормально И Заниматься Дальнейшими Настройками Вот Это Значит Учтить Внимание То есть Примите Примите Во внимание Потому что Таймшифт Таких Фокусов Сделать Не позволяет Что там Сделали Значит При помощи Таймшифта Разверную Копию Потом Значит Там Отформатировали Диск Изменили Размеры Разделов И так Далее И потом Будете Пытаться На него Восстановить Таймшифтом Свои данные Ничего Подобного Не Получится Вот Нужно оставить Парочку Последних Копий Да и все Вот Таким Значит Образом Дальше Пробовал я Ставить Программу Для записи С экрана Simple Screen Recorder Но там Значит Появляется Гул Фон На фоне Его конечно Слышно Там Что там Я говорю И так далее Но Довольно-таки Надоедливый Попробовая Там Повозиться С его Настройками Ничего Не вышло Ну Поставила бы Студия Здесь нормально Все Единственное Уровень Сигнала Довольно-таки Слабый И придется Его усиливать На Audacity Значит Делается Это все Как говорится Просто Единственное На эту тему Как говорится Уроки Загружаете Там Файлики Которые Вы сделали В программе АБС Студия И Ну Покажу Я вам Ладно Так Какой Ну Ну давайте Вот этот Возьмем Первый Вот смотрите Подгружайте В файлик И если Сейчас Будете Слушать Его Вот Послушайте Всем Привет Сегодня Поговорим Слышно Очень Тихо Теперь Если Вы Вот Этот Позуночек Вот сюда Переместите Например Вот так Всем Привет Сегодня Поговорим О работе Манджава Цунамон На Твердотельном Биске Ну Юмор Понятен Да Ну вот Затем Значит Этот Отрезок Если Вас Все Устраивает Нужно Будет Значит Экспортировать Можно Само Видео Останется А Вот К нему Добавочку Можно Экспортировать Там Или В В В Или В В В В В В Ну Как Вам Чтобы Просто Увеличить Громкость Видеоролика Никаких Тут Тоже Особых Проблем Я Не Вижу Для Тех Кто Этими Делами Занимался Если Нет На Моем Сайте Имеются Уроки О Том Как Делается Видео Вот Ну Вот Здесь Особенности Такие Что На Диске МСАТа Это Дело Значит Симплск Рекордер Не Работает Прост Напросто Вот И Все Вот Этот Диск Выглядит Вот Таким Вот Образом Вот Он Значит Это У меня Тут Я Открывал Свой Компьютер Микрокомпьютер Вот Прям Написано Что МСАТа 3 Solid State Drive Твердотельный Диск На 500 Он Там По-моему Гигабайт Штучка Хорошая Диск Быстрый Ну Вот Такие Скажем Есть У него Нюансы Значит Подробно Можете Посмотреть На Эту Тему Значит Характеристику Значит Вот На Алиэкспресс Ну Приблизительно Такие же Вот Вещи Подаются Это Мини Компьютер Он Дорогой Конечно У меня Вот такая Конфигурация На нем Стоит Вот Точно Такая Ж Вот И Вот Этот Опять Таки Где Расположен Сато Диск Вот МСато SSD Капризуля Сам Компьютер Выглядит Так У меня Только Название Другое У меня HiSoul Ну Вид абсолютно Один в один Вот На Передней Панели Гнездо USB 2.0 Гнездышко Для SD карточки На Обратной Стороне Вот Четыре Гнезда Под USB 3 Вот Так же Гнездо Для микрофона Для Громкоговорителей Тут Вот Рожки Это Значит Wi-Fi И Вот Тут Два Гнездышка Для Подключения К Монитору Ну К Монитору Я Подключал Вот Такими Кабелями Потому Что У меня Там Другой От Старого Компьютера А Здесь Вот Таким Обратом Я Сделал Ну И Дополнительное Что Я Купил Ну Вот Купил Отдельно Значит DVD Проигрыватель Вот У него На задней Стенке Видите Как удобно Укладывается Туда Провод Для Подключения К компьютеру Сам Он Очень Такой Компактный Цена Вполне Приемлема Выглядит Вот Так Ну Может Название Фирмы У меня Несколько Другое Но Принцип Один И тот же Вот Все Вот Эти Вот Вещи И Значит Вот Компьютер Такой Конфигурации Можно Значит Заказать Китайцы Шлют его В Россию Доходит Как говорится Нормально Все Вот Вот Таким Вот Образом Это Вкратце Значит Вот На Компьютере И Азийский SATA M3 На котором Вот Я пытался Установить Linux Minus На Мо Ничего Не вышло Манжара Встал На ура Работает Нормально Еще Значит Причины Которые Меня побудило Взять Взять Этот Компьютер Послужило Вот Это Словедчика Фан Обозначает Вентилятор А лес Обозначает Без То есть Этот Компьютер Вообще Без Вентилятора То есть Он так Конструктивно Выполнен Что Вентилятор Ему Скажем так Не требуется Ну и Как говорится И пыль Будет Меньше Собираться Тем не менее Можете Посмотреть Вот сюда Здесь у меня Температура Ну вот Даже при записи И так далее 40 градусов А обычно Вообще Стоит 20 градусов И компьютер На ощупь Всегда Только Слабенький Еле теплый Вот и все Как там Они этого добились Я ночью Не знаю Ну Штука Это хорошая И сейчас Она находит Все больше И больше Распространения Какие еще Есть особенности Переработки Значит Когда Вы там Закончили Сеанс Идете Вот сюда Нажимаете Допустим Выключить Нажимаете На завершить А вот Он доходит До какого-то Предела И Ни в какого Отключаться Не хочет И приходится Принудительно Нажимать На кнопочку Выключить Компьютер Вы его выключаете Потом снова Включаете Грузится Он Нормально Абсолютно Скажем так Грузится Нормально Вот Хороший Это самое Быстро Можно посмотреть Даже время Быстродействия Вот Далеко ходить Не будем У меня есть Диагностика Компьютера Вот Время Загрузки Вот Эту Команду Мы сейчас Поставим В терминал И Посмотрим Что же У нас Тут Творится Ну Как видите Все тут Ясно Я сейчас Только Сделаю Вид Побольше Чтобы Всем Было Хорошо Видно И Разошью Весь Экран Ну 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 Где то Вот так Значит Старт 4 секунды 3 секунды На Загрузчик 3 секунды На ядро 3 секунды На Пользовательское Пространство Итого 14 Секунд И плюс Еще пишет 1.6 Короче 15 секунд Грузится Все Ну Таким Вот Вот То есть Твердотельные Жесткие Диски Независимо Там На Сата Или Сата 3 Вот Они Действительно Позволяют Очень Быстро Загружаться И Программа На них Работает Быстрее Вот Штука Хорошая И Если Вам Позволяет Ваши Материальные Возможности Можете Значит Перейти Взять Себе Приобрести Один из них И все Если на него Ставить Только чистый Линдок Я вам Скажу По опыту 500 Мегабайт На Загрузочный Раздел На Корневой Ну 20 Там 30 Гигабайт Затем Плюс Оперативка Ваша Считайте Там Сколько Там 4 Там 8 16 И Там 20 Там 50 Там 100 Гигабайт Короче Твердотельный Жесткий Диск Ну Где-то 125 250 Гигабайт Это Скажем Минимально Что Можно Будет Там Само Делать И так Далее Пробовал Я Значит Еще Тут Команды Такие Я Называю Это Причесыванием Тримминг Давайте Посмотрим Так Модели Терминала Вот Значит Здесь Можно Кликнуть Кликнуть Что это За функции Как это Работает Это На Английском Заке Как Оптимизировать Ну Что Вот Эти Команды Я Когда Линдекс Минсеномон Ставил Себе У меня Все Оно Ничего Не Работало На Манджаро Он И без Этих Команд Работает Нормально Поэтому Так Скажите Для Общего Развития Единственное Что В Настройках Обязательно Найдите Вот Эту Вот Папочку AC AHCI И Посмотрите Чтобы Там Было Выставлено SATA Иначе У вас Могут Быть Проблемы Загрузкой Вот Все Остальные Рекомендации Которые Здесь Даются Ну Это Скажем Так Для Общего Развития А Вот Настройках Пьеса Настройках Вашего Железа Вот Этот Момент Обязательно Учтите Чтобы У вас Было Выставлено AHCI Было Чтобы Там Значение SATA Отключайте Обязательно Secure Boot Виндосовский Должен Быть Отключен Все Остальное Должно Да и Будет У вас Работать Нормально Так Я могу Просуммировать Что Лично У меня На моем Железе Значит Не очень Так Хорошо Работало Ну Вот Смотрите Комки Да На английском Хотя Ставился На русском Все Все Но Это Уже Особенность Как говорится Манжаро Цанамо Он Показывает Дату и время На английском Не столь Важно Второй момент Значит При Перезагрузке Или при Выключении Значит Приходится Ручками Кнопочку Выключить Нажимать Значит Ну Третье Что Ну Программа Для записи С экрана Симплскрин Рекордов Не работает Но Зато Работает Программа ABS Студия Звук Дает Слабый Но На Удастите Звук Удается Усилить До Вполне Приемлемого Приемлемого Мого И Слышного Так Для всех Нормальных Пользователей Еще раз Значит Объясню Те кто Слушают Меня Через Наушники Никогда Не пишите Мне Что Вас Не устраивает Качество Звука Все Мои ролики Сделаны Для Пользователей У которых Стоят Обычные Нормальные Гром Поговорители Все Динамики Никаких Там А вот У меня Там Наушниках Ну И Копайтесь Сами В своих Наушниках И Разбирайтесь Что там С ними Как Поставились Без проблем Большинство Программ Значит Вот Маленький Нюанс Значит В установщике Программ Вот здесь Обязательно Пойдите Вот сюда И Вот здесь Зайдите В настройки И Вот В настройках В настройках Вы Увидите Вот Вкладочка Ауру У вас По умолчанию Она будет Вот так Выключена Вот вам Надо будет Ее Включить И Здесь Вот Поставить Галочку И Смело Можете Закрывать Тогда Большинство Программ Из своего Списка Желаний Вы Установите Потому что Очень много Программ Находится Именно В общественном Репозитории На Ауруме Вот Значит Там таких Гарантий Жестких Нет Что все Будет Работать Нормально Но Большинство Программ Работает Нормально Значит Через Аурум Я поставил Себе Мегасинг Вот Программа Которая Синхронизирует Мои файли Команды И видео Которая у меня Постоянно Обновляется И который Вы каждый раз Можете скачивать Через мой сайт Там есть Ссылка Как этот Файлик скачать И смотреть Такие изменения Можете смотреть По датам Вот Значит Поставил я Ну Через установщик Программ Практически Я поставил Все программы И виртуальную Коробочку И стейсер И черри 3 Вишенку Тимвьюер Ватсап Называется Она здесь Ватси Телеграмму Гугл хром Поставил Поставил ОБС студия Симпл Смплеер Поставил Редактор Видеороликов Вот Видео запишу И в нем Буду Обрабатывать Эти Видеоролики Смотреть Что там К чему И как Вот Таким образом Практически Ну Практически Все здесь Ставится Вот таким Вот образом Покопайтесь Ничего тут Сложного Нет Просто Учитывайте Моменты На которые Я обратил Внимание Что лично У меня было Вот Ну Если у вас На SATA 3 диске Linux Minson Mon Встанет Корневой раздел Не будет Разбухать Ну значит У вас Какой-то Особенный Диск Вот У меня Что я только Не делал Никак Мне не удалось Linux Minson Установить На SATA 3 Вот С таблицей Разделов GPT Манжаро Прямо Таким Как трактор Все работает Все нормально Шевелится Крутится Вот Нравится Мне очень Рабочий вид Значит Cynamon Вот так Он выглядит Вот Покопайтесь Как Я вам Показал Откуда Скачать Как что Так что Значит Вот Особенности Работы Значит На Твердотельном Жестком Диске Вот Лично У меня Вот Таким Образом Вот Практически Проблемы Я свои Решил Потому что У меня Во-первых Стоит Mint Нормальный Меню Загрузки Где я Могу Загрузиться И На Mint И на Винду На На Cynamon И на Винду Вот И Все мои Самые Необходимые Программы Здесь Есть Ничего У меня Как говорится Не Разбухает На Корневом Разделе И все Нормально Шевелится Вот Ну Может быть Кому-то Мой Скажем так Опыт Пригодится Потому что У кого-то Может быть Тоже Твердотельный Жесткий Диск А может быть Даже Сата-3 Вот Отпишитесь Как у вас Имеется Какой опыт При установке Linux Mint Cynamon Или Manjaro Cynamon Вот Или того Или другого Просто О своем Опыте Вот Это будет Весьма полезно Посмотреть И послушать Всем Пользователям Ну ладно Значит Я на этом С вами Прощаюсь Желаю вам Всяческих Удач Всего самого Доброго И до новых встреч Продолжение следует